Возвращаемся на матч Empire SAF. 1-0, Империя ведет, вторая игра. На этот раз никаких штрафов, много времени у команд, но, как мы видим, они уже начали с того, что много дополнительного времени тратят. И начинают SAF с пика, достаточно сигнатурного для себя бэтрайдера. Ну да, стоит отметить, что бэтрайдер у нас в прошлой карте был в бане, вот, наконец-то, они до него добрались, но избавились сами от Дарксира, на всякий случай. Потому что Дарксир там, конечно, тоже много проблем доставлял в прошлой карте им. Ну и здесь появляется Винга, сразу же от Империи. Винга — это сразу защита от бэтрайдера, его лассо, универсальный саппорт, или даже иногда керри, иногда герой третьей позиции. То есть, наверное, один из самых универсальных героев в доте, мне кажется, вообще самый универсальный. Герой, который может исполнять абсолютно любую роль. Тролль, может быть, практически мы не видим в Вингу на миде, но и то бывают случаи, на четвертой позиции. Но пятерка, тройка и единица — это суперчасто. И тролль Варлорд сразу же появляется для Империи. Что интересно, обычно тролля на какой-нибудь четвертый пик предпочитают брать, но не на второй. Вот Фобос сказал, что тролль — самый универсальный керри сейчас. То есть, даже не самый универсальный, а не контрящийся, и из серии его можно забирать на ферст пик. Заявление, на мой взгляд, спорное, но, как мы видим, Империя с этим плюс-минус согласна. То есть, они забирают тролли. Действительно, герой такой, ну что, у него есть такая универсальность за счет того, что он может переключать форму. Есть дизейбл в виде сетки, может поймать. Есть замедление, вышки бьет неплохо. Живучесть за счет ультимейта. Опять же, ульту включил, побил-бобил, в конце Венгатя там свапнуло, и вот уже неплохо. Рейзер. Ну, это, собственно, против него защита. Да, неплохая контрпик против тролля. Опять же, за счет этого статиклинка. Так, ну а тут пока что избавляется потихонечку от мидеров, я так понимаю. Квин оф Пейн отправилась в бан от команды САФ. Ну, а тут у нас Винтер Виверн также отправляется в бан от Тим Эмпайр. Квин оф Пейн, возможно, еще Лину забанят, если вот такой логикой руководствоваться. Насколько я понимаю, они, ну вот Эмбер Спирит забанили, они боятся, что против Розора придет Клопа. Ну да, это стандартный уже контрпик в последнее время. То есть там накидывается статиклинк, ты просто делаешь блинк и все. И продолжай стоять на линии, фармить. Ну что, предпоследний бан для Империи. Чего будут избавляться? Пока что, слушай, так вот, прошлись по оффлейнерам, забанили парочку саппортов ключевых. Что далее? Верно, помимо Винтерскерса, конечно, еще и Колден Брейс. Вот как раз одна из контр-тролля. То есть тролль бежит, герой, которого начинает бить, ты кладешь в Колден Брейс, и все. И он просто наносит ноль урона, ничего не может сделать. Крайне неприятный момент. Что еще неприятно против? Ну, под Розора, под Бэтрайдера. Пытаюсь придумать. Ну, вообще, раньше, конечно, брали каких-нибудь сайленсеров из серии Бэтрайдер прыгнул, глобал нажал, потянул, никто ничего не может сделать. Но сейчас так уже довольно давно не играют. Виверну баню, еще один саппорт, который может помешать троллю. Что-то, что его дизейблит. Оракол с дизармом, морф. Морфлинг появляется. Да, интересно. Вернее, не появляется. Ну, я имею в виду, появляется в бане, естественно. Но Тинни у нас следом сразу же для Империи. Конечно, Тинни был хорош в прошлой карте. Ну, да, хорошая четверка, если получается. Вот так здорово играть. Нужно забирать. Так, есть Тинни, есть Винга. Гримстроук. Ничего себе. Вот это поворот. Да, давно не было у нас Гримстроука. Но вообще и с Розором, и с Бэтрайдером есть сочетание. Розора можно обмазать третьим с пылом, и он будет быстро бежать. Очень тяжело будет от него скрыться, от его статиклинка, высасывать кучу урона. А Бэтрайдер, ну, тоже можно и третьим намазать. Ну, и, конечно, ультимейт. Ультимейт должен с Бэтрайдером работать полноценно. Полноценно. Рики. Так, вот это уже совсем интересно. Что-то прям вот супер-мега какая-то интересная стратегия пошла от команды с САФ. То есть, с Рики вообще комбинация лютая. То есть, ты его намазываешь чернилами, он бежит вперед, а соперник даже не понимает, что там Рики. Ну, такой может быть. А мы пока видим исключительно защиту какую-то от Бэтрайдера. Прям супер защиту. То есть, и Винга с двумя слапами, еще и Легионка, которая может подбафать. Да. Ну, знаешь, я бы вот сказал, что здесь я пока шансы вижу САФ. Просто, если это хорошие Рики, то это всегда неожиданно, это всегда большой сюрприз. И, как правило, с этим за одну игру не законтрить. Хотя, конечно, может быть класс команд настолько разный, что сейчас просто империя в топчат. Ну, вообще, да. Да, но по опыту прошлой карты можно сказать, что там реально именно в личном исполнении видно было, что империя посильнее. Да и вообще, как не только личным, даже в макро смотрелись получше намного. Передвижение, то есть, грамотно двигались по карте, хорошо драки проводили. Возможно, сейчас вот именно с этим пиком САФ что-то пока что. Но вот я думаю, что какая-то все-таки должна быть заготовочка, потому что... Ну, если Рики сейчас себя не оправдает здесь, то зачем вообще его было брать, неясно. То есть, такой персонаж, который появляется вообще на профсцене довольно редко. Ну, как правило, метко. Ну, не знаю. Посмотрим. Ну, последний раз, я помню, Вичи Гейминг брали. Там было вообще жестко. Так, ну и тем временем, последний бан остается для САФ сейчас. Им все еще нужно избавиться от какого-то мидера против Team Empire, я так понимаю. В первую очередь. Сами берцы забанили Некровса, опять же, которого тяжело пробивать физикой, а магии пока нет особо. Только Тинни. Но всегда есть вариант взять Пугну, допустим. Ну, вряд ли уже здесь. Здесь нужен... Я не понимаю, какой Рики позиции. Фармящий или роуминг. Ага. Ну, неприятный драфт, что же сказать. Да, да. Никса мы вряд ли уже увидим. ОД нет. Антимаг не появится. То есть, Медуза чувствует... Против тролля Медуза является супер-мега-контроль. Против легионки тоже неплоха. Медуза здесь смотрится очень сильно. Да, тут все контактники. Поэтому придется подходить. Опа. Ну, а тут Брудмазер тем временем сразу же. Ну, рактически. Попытаются задавить. Задавить там какой-то диффуз быстрый, Бруда, которая давит. Посмотрим, как получится. На мой взгляд, конечно, у SIF пик попроще. Вот здесь уже имперцы должны постоянно давить. И если они отпустят Медузу, то им конец. Потому что Медузу здесь убивать нечем. К тому же есть еще и этот Рики неприятный. Крайне. А, казалось бы, да, вот Гримстроук. И зачастую мы не видим никаких связок. Вот здесь что у нас? Особо ничего нет. Такого прям жесткого. До появления Медузы. Медуза появляется. Змейка по двум целям. Это означает, что у всей команды нет маны. А зачастую и ХП тоже. Ну, то есть, это не смешно. Это прям совсем плохо для Империи. Если они ловят две змейки, они не могут драться. И они все, умирают. А вероятность поймать две змейки супер высокая. Потому что это очень просто. Кидаешь Руд Гримстрок в змейку. Так, ну что, ладно, ждем начала карты. Напомню еще раз перед стартом, что если вам лень смотреть в правый верхний угол, то, что счет 1-0 в пользу Империи, это вторая карта. Возможно, последняя, возможно, нет. Все зависит от команды сайта. Но это точно не последняя для нас. У нас сегодня еще... У нас сегодня с тобой плотный день на доту. Так что все нормально. И завтра плотный день. И послезавтра плотный день. И послезавтра. Короче, куча плотных дней на самом деле. Вплоть до самого конца отборочных. А закончатся они 21-го числа, если я правильно помню. 21-го уже состоится финал. То есть 5 матчей в группе всего. Сегодня играется 3 в одной группе. Завтра 3 в другой группе. Послезавтра. Видимо, доигрываются, да? Судя по всему. А в финальный день у нас получается... Ну, плей-офф. 2 Best of 3 и финал Best of 3. Да, в финал будет Best of 3. Это правда. Посмотрим. Ставлю на 2-1 в этой серии. То есть ты веришь все еще? Ну, в Медуза... Мне кажется, слишком просто для Медузы здесь. Ну, реально нужно Империи жестко потеть. Прям очень жестко. Винрейт был бы порядка 10%. Но он тем и хорош, что он появляется вот очень редко. И против него никто не умеет вот... Ну, не находится в форме, знаешь? Вот там, например... Ну да, многие просто забывают, что есть такой персонаж. Он крайне редко появляется. Ты такой думаешь, ну... Не ожидаешь его увидеть, да? Ну, условно, там в каждой игре. И ты просто забываешь, что про него нужно ставить вижен. Постоянно с собой носить какую-то просветку и так далее. Мы хорошо играем, допустим, против Медузы. Мы хорошо играем против Розора. А никто не может сказать... Нет, нет. Не сработало. Тос сработает. Просто выкидываешь Рикимару, да, и он тебя не станет. Так, ну что, 2 баунти-руны пока что забирают у нас САФ. И 3. 3 по итогу забирают они себе. 3-1. Хорошее начало. Розору никто не мешал. Легионка против Розора. Ну, кстати говоря, статиклинк не скидывается с помощью пресс-за-атак. Можно попытаться за счет овервелминнотс убежать от Розора, но милишник против Розора, думаю, что здесь у него отличные шансы. Ты видел комбинацию, какую сделали сейчас? Крипа закинули на возвышенность, он тут работает. Апсервером прямо стоит рядом с чужим апсом. А как они это сделали? Это через Толстиня. А через что затаргетили? Я так и не понял. Просто закинул туда и все. Так вот. Я не обратил внимания, я уже обратил внимания, когда летел Крип. Я такой, что? И вот он... Возможно, на Риге кидали. Ну, потому что невозможно же выкинуть... Ой, Медузу очень хорошо выкидывают сейчас. У нее пока ничего нет на защиту. И, ну, пожалуйста, начало. Опять Тинни очень круто начинает. Судя по всему, что-то было, да. И просто закинули туда Крипа. Я просто не обратил внимания на тот момент именно Самбра. Момент броска я уже увидел итог. Когда Крип уже оказался там наверху стоять. Думаю, ничего себе. Ну, это приятно. Это Вижен, во-первых. Во-вторых, это, в принципе, минус Крип. И из-за этого линия сейчас сюда затанчилась. Надо будет чекнуть потом. Глянуть глазком одним. Что же там произошло. Да, такого не ожидаешь. Собственно, к моим словам про Легионку и Разора. Вы все видите на своих экранах. Крипстат Разора. Я думаю, что дальше должно быть плюс-минус так же. И, что самое главное, Разор сейчас может эффективно и леса подфармливать. За счет пассивки. В общем, тяжело будет Легионке. Да, но самое интересное, безусловно, будет на топе. Потому что опять агрессия. Будут выкидывать Тага. Тага выкидывают прямо под тавр. И он погибает. Это вторая смерть Кора у команды САФ. Слишком просто. Вот если мы посмотрим. Крипы только сейчас подходят. И не конец. Еще стан. И еще раз выбрасывает. Да, и выкидывает Спартана. Теперь Спартан, скорее всего, тоже погибнет. Еще один фраг сверху. Для Team Empire неплохо. Что могу сказать? В чем ошибка была? Ошибка в том, что крипы еще не подошли у Дайер. А они остались. Остались. И в такой ситуации идти не очень просто. Выкинуть героя. Если бы они всегда ждали крипов, то выкинуть было сложнее. Но на самом деле еще и отличная игра от Саюша. И вот такое начало. Оно очень-очень важно. Хотя, с другой стороны. Ну, пока Медуза свое еще может взять. Вполне. Как мы видим, Бэтрайдер против Бруды здесь стоит. И у него все ок. А снизу огромное преимущество у Разора. Да, Рейзор, конечно, доминирует на линии. Плюс к нему еще на помощь пришел уже Фокус. И они начинают вдвоем разминать Модена. Высасывают из него урон. Слушай, это может быть фраг такими темпами. Моден. Плазма Филд. Еще один удар, да, погибает. Ну, в общем, Легионке непонятно, что делать. Потому что Разора ее и в соло будет убивать. У него уже и уровень. И золота у него больше. Да, у нее вот третий, у него четвертый. Рики бы отсюда вообще уйти, на самом деле. Чтоб Разора еще больше экспы получил. Ой, тосует на топе опять у нас Спартана. Есть Стан. Он, конечно, накинул на себя Инксвелл. Но это его, скорее всего, никак уже не спасет. Это должен быть еще один фраг. Копилка у Тим Эмпайра. Так и есть. Короче, сверху терпят очень жестко. Потому что 4 фрага за 3.30 это слишком. Но из плюсов снизу ситуация, на самом деле, такая же. Только я бы даже сказал Разора получше. Потому что выиграть линию 1 на 1 это поприятнее, чем 3 на 3. Потому что в 3 на 3 ты не получаешь так много экспы, золота. Даже за эти фраги. Даже вот можем посмотреть. Разор действительно ведет по Нетворсу. Ну, с фидом нужно заканчивать. Хасту забирает Тиню. Да. Ну что, по итогу 4-1. Но не сказать, что прям это много дает какого-то преимущества. Тиня, набегая, кстати, на хосте, на топе, будет выкидывать тага или нет. Не будет. Пока что там был Инксвелл. Все-таки тага выбросили. И прямо в лапы троллю. Тага опять проблемы. Вейвов террор. Оп, террор залетает от Кингера. Ну, такое ощущение, что просто сдался, слушай, даже не стал сопротивляться. Ну, это типа из серии Медуза уже погибает. И можно реально там еще подождать несколько секунд, чтобы, если он стоит, ничего не делает, чтобы он потом дольше возвращался. Ну, это не важно на самом деле. Так очень плохо сыграл. Так ушел от Тинни. Ну, зачем-то вернулся, и Тинни его выкинул. То есть Тинни там, в лучшем случае, цеплял только Гриммстрока. Очередная смерть. Даже вот правильно поступил Рикки, мы видим. Он просто ушел со своей линии. Кстати, они сейчас еще Легионку могли отдать. Но не отдали Баунтируну. Ой-ой-ой, перетягивается Тинни. Нужно помогать. Подкидывает Рикки. Рикки все еще жив. Да, Тинни сейчас здорово помог, потому что еще один фраг на Легионке. Было бы совсем печально. Тем не менее, это минус Шрайн, и Разор продолжит фармить. Кодос забирает Скалару. А в Минске дают у нас, да, с перетяжечкой Кингера. Винга подошла, помогла сделать фраг. Приятный бонус для Бродмазера. Это уже шестой фраг в копилочку Империи. Внизу что-то тоже намечается, потому что есть перетяжка тролля сюда. Ну все, тролль приходит просто для того, чтобы... Ну, тролль, как бы, тролль плюс Тинни, они сейчас с этим Разором могут подраться, но... Ну, Тинни проблема у самого, да, потому что сюда потянулся еще и Спартан. И вот втроем вполне себе Тинни сейчас могут попробовать растерзать. Тинни еще буквально один удар, да, погибает. Хорошо, что у него стрика не было. Это сейчас приятно. Переиграли здесь САФ. Думал Тинни, что Разор останется один. Да, в миде выход опять на Скайларк, и его съедают. Снова отправляют в таверну. А сверху Легионка против Медуза. И Легионка... Да, и Медуза уже без ХП, и у Медузы проблемы. Набегает на тага, спасают его только стики. Ну, Легионка с такой раскачкой сильнее. Несмотря на то, что было тяжело Легионке против Разора, но она-то стояла соло, она получала много. Кстати, Баунти Руна лежит до сих пор у САФ. Они ее не забирают. Это не очень здорово. Переключимся на таверс. Настаивают, может быть. Да не, я думаю, что они просто как-то... Судя по их игре, вряд ли они, знаешь, на X-Level Play. Скорее они просто про... Я про Фукли. Да, да. Либо про Маркалю, все верно. Ну вот сейчас, возможно, законтролят, потому что вот такой Бэтрайдер. О, Баунти Руна, неплохо. И обратно. Сверху нападение на Легионку. Но что-то как-то урона нет. Хотя, с другой стороны, Легионку никто не бьет, поэтому... Ну, кроме Рики, поэтому... А, Скайларка внизу закинули. Но как закинули? Тут немножко какой-то самбурная драка получилась. В итоге на топе погибает так. Внизу драка продолжается. Скайларк все еще летает на Firefly, скрывается отсюда. Там немножко урона подвысосал Рейзер. Прям совсем немного 7. Если быть точным. Самое мало. Но у него могут быть проблемы, потому что там бегает Винга. Правда, мана не хватает на стан. Немного урона. 7. Ну, это немного же урона. Немного. Я же не соврал. Это действительно немного. Но это провал то, что Легионка сверху одна против двоих забирает Медузу. Медузу все-таки забирает нас сейчас. Там Тинни перетянулся. Опять Сайюш отыгрывает на 10 из 10. То есть он везде побывал. Не знаю. Мне кажется, вот если брать все фраги команды Империи, наверное, 8 из них это при участии как раз-таки Тинни были сделаны. Потому что один точно мы видели при участии Винги. Что этот молодой человек здесь делает на Бэтрайдере? Ну, в таверну, видимо, хочет, я не знаю. Но нет шестого левела Винги. Да даже без этого не удается забрать тролля. В итоге Скайларк улетает отсюда ни с чем. Там в мид перетяжка опять от Тинни-Тинни на хосте. Ему навстречу выходит Спартан. Его, правда, пока что не видели. За счет того, что ночь на дворе. Попытки что-то сделать с Легионкой, но она настолько живучая, что ничего не получается. Так, Спартан. Сейчас найдет Спартана, да. Все-таки найдет. Должен идти его. Опа, здравствуйте. Подтягивается Винга. Есть Тос. Паучки уже голодные ждут. И съедает в итоге у нас Спартана. Отправляю его в таверну. Улетает отсюда Скайларк. Шестого все еще в наличии нет у Кингера, чтобы свап сделать, но... Не важно. Важно, что Тавр еще внизу в миде падает, который сейчас вот должен буквально через пару кусев упасть. Груто отзбирает. Да, пожалуй, вот с такой игрой не получится, как ты знаешь, за счет Медузы. Рики Мару в камбэк. Но я не знаю, вот ты смотри, вот они взяли Рики Мару. Да, ну мы видели, что он там стоял на линии, пришел вниз, особо ничего не сделал. Они один фраг сделали на Легионке, все. Остальное время он продолжает курсировать. Он бегает с линии на линию, у него на творчество оставляет желать лучшего, но пока импакт от него не особо много. Зато от Медузы много импакта. Сколько? 0-4 от нее и 0-3 у Спартана. Здесь даже не Рики заливает, а больше вот эти два персонажа, которых просто уничтожили на топе, разъелись на них, за счет чего пришли вниз и смогли дать отпор вот этому Разору суперсильному. Хотя Разор это все равно, как мы видим. Ну подожди, может быть сейчас вчетвером удастся внизу как-то подраться. О, и Рики. Рики Мару зашел, двоих связали, неплохо. Начинает избивать Кингера. Лассо двойное, отлично. Первый погиб у команды Империи. Тролль пока что живет, топорики по четверым раскручивает. Утимейта у него нет. Но и без этого он выживает. Еще и дуэль выигрывает Моден, который сюда пришел, забирает в логи тролля. Но погибнет также и Рейзер, который отправляется в таверну. В это время погоня за Фокусом. Есть на него просветочка. Фокус, надо бежать, но его никто уже не отпустит. И это еще один фраг в копилку Тим Эмпайр. Как итог, только одного тролля забрали. Вингу еще, она байбэкнулась. Но потеряли троих, и тер два в миде. Провал. Это того не стоило. Даже байбэк Винги, он супер дешевый, при этом дуэль легионки, вы потратили свою комбинацию. В миде Бруда уже делает все, что хочет. Две вышки на центральной линии на 10-30. Это очень много. И сейчас можно идти по любой линии, просто забирать товара, оформлять огромное преимущество. Бруда уже скоро Диффуза себе донесет, уже начнутся проблемы. Вот уже просто сейчас... Любого саппорта видит и вырезает сразу. Да не только саппорт, я думаю. Там опять так на лоху побегает лес, фармит, бедняжка. Разор идет, кидает Родо Фатос на легионку, которая его тут же с себя снимает, без особых проблем. Оп-оп-оп-оп. Сейчас бруду, бруду грызть. Но фокуса нет шестого. Ничего не сделает. Даже такой бруде битый. Тролля. Могут подцепить. Он прожал ультимейт, пока что живет. Ему на помощь пришел уже Кингар. Сюда притянулся Тинни уже так же. И все, Скайларк Таверну. И еще, скорее всего, сверху заберут Спартана. Да, тут какой-то невнятный свап, невнятный ультимейт Гремстролка и 2 в 0 размен. Бруда продолжает фармить. Снизу попытка зацепить легионку, но у нее есть пресс за атак. Она кидает на себя и уходит. Ну, мне кажется, разору стоит подумать о том, что все-таки Родо Фатос против легионки это не лучшее оружие. И попробовать применить его на другого персонажа, который не может себя его скинуть. Или выйти из игры. Можно. Ну, знаешь, такая опция всегда доступна в Доте. Но это вот прям совсем крайняя мера, как по мне. Так, в это время съедают Рикимару, но тут уже просто бруда начинает безобразничать. Дефуза имеется в наличии, о чем и говорилось. Успевают отсюда идти и Рейзер, я так понимаю. Параллельно, кто погибает, Винга. Ну, Вингу не жалко. Вингу действительно не жалко. Хотя... Да, вот второй Нетворс снизу, как бы. Там не так уж и много за нее дают. Как бы... Не критично. Там вот бруда, вот эта проблема, она вот начинает бегать уже по чужим лесам. Вот нашла она как раз Каспартана. И вот посмотрите, что с ним происходит. Буквально кусь-кусь-кусь. Еще один кусь нужно сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жеесть. Бежать, бежать. Есть произноток. Спасает все-таки моден своего тиммейта. Моден довольно плотный. Его не пробивают. Он убегает. Три героя команды С.А.Ф просто ничего не могут сделать. Даже одной бруде. Ну, они хотя бы спасли своего героя и при этом еще зафармили кучу пауков. Правда, параллельно с этим Скайларка. Каким образом вообще его тролль здесь убивает? Что там делал Скайларк? Почему он находился в этой точке? Я не знаю Свап Внизу драка, есть дуэль И погибает Рикки, сразу же хороший свап Еще один, ловит Рейзера Рейзер присасывается, стати клинком Прожимает стики, выбили заряд рейндропа Погоня за Рейзером продолжается Пока что живет, хорошо Сюда перетягивается Скайларк Есть рота Фото, связка неплохая подвоим Тини насыпает гречи И теперь уже отступает Империя Да, Империя отступает Но урона такое ощущение, что вообще не завезли Бруду спасают Из-под стаков Напалма Тини выживает, одного удара не хватает У него 4 стака Напалма было Он погиб, Вингу зажали там Крепы и Бруда спешит ей на помощь Но нет, здесь все, здесь вот просто Ну такое уже сноуболирование идет Катится этот снежный ком, наматывает на себя САФ Всю команду с собой, да? Заматывает, да, можно было бы сказать Что знаешь, вот обычно, когда такое происходит Да, команда играет 4 плюс 1 Пока Кор фармит Но проблема в том, что Кор не фармит То есть так там вообще ничего не имеет У нас тут вот драка на развороте продолжается Здесь внизу, но очень битая Империя Нужно, наверное, отступить Отхиляться Шрайна, правда, нет Рядышком, это печально Дак там, конечно, пытается фармить Лиса Но его Нетворс, это, конечно, совсем печаль беда 4,5, 4,700 Нетворса, но это ни в какие ворота То есть он все еще совершенно небоеспособен Да, ему рановато пока А Империя сейчас отхиляет, вернется обратно на линию Здесь опять поймали фокуса У него есть, конечно, трик-офф трейд, но Побил пауков и умер А, да Вы сами все видите Хочется какой-то позитив найти В действиях команды САФ Но вот прям совсем не за что зацепиться Знаешь, вот опять Спартана поймали на диффуза Три удара и все, его съели Вагоне продолжается за Рейзером Теперь Рейзер забрал, конечно, баунти руну Высасывает статиклингом урон Его слапают, получает он стан Ой-ой-ой, он сейчас еще и от крипов не получает Ладно, крипы сжалились и прикопали бруду Сюда Рикимару прилетел, сразу же просветочка Есть парики, Рики грызут Рейзер нужно бежать Какая-то совсем невнятная драка у нас продолжается Вроде бы и хотели подраться У нас ребята из команды САФа вроде бы нет Но в итоге отступают Там параллельно тага опять где-то нашли Так погибает Отправляться в таверну БФ появляется уже для тролля Не знаю, тут по-моему все по диктовку Империи идет Не знаю, что еще добавить Да, можно ничего, можно просто смотреть эту игру Тут наслаждаться У нас внизу драка опять, там фокуса должны забирать Мне интересно, какое действие вот сейчас сделают САФ Там какой-то отчаянный мув Ну вот, например, там попытка напасть на Тине Хотя бы его забрать Его забрали Хорошо Дальше, следующий Легионка Не, легионку не забрать Тут венга уже подошла Со свапом Бруда ломает тир-1 снизу Пока все это происходит Тролль вообще не показывается Он все это время фармит Тяжело вообще представить Как они будут от этого тролля отбиваться Который всю игру фармит При том, что у бруда еще больше артефактов Ну и сейчас империя Что сделает империя? Империя зафармит там На тролле, допустим, какой-то артефакт Ну типа Яши Или Сэнджин Яши И БКБ На бруде БКБ дофармит И после этого уже пойдет в атаку Может быть даже раньше Но... По ситуации Ну, Рошан быстро падает Можно даже с Айгисом падить Да, Рошана очень быстро забирают А Айгис бруде отдадут У нее стрик из 8 фрагов Вингу сразу же закидывают на кого-то Стан, на Рики Просветка, Рики Есть ульт? Ну, он решает Не ультить Отдают при этом Ну, то есть империя могли гораздо быстрее его забрать Но они отдавали урон легионке Чтобы еще дополнительное преимущество получить Хотя и так оно огромное Просто идут по миду Нет, нет По низу По низу пойдут Все-таки не будут рисковать Ни к чему Мало ли, там какой-нибудь битрайдер Кого-то куда-то затянет Можно пройти по низу Спокойно вышку забрать И все Тем более Медуза вряд ли успеет Зафармить Хоть что-нибудь за это время Ой-ой-ой Такое все немобильное И ни одной вышки даже Нет, одну снизу только забрали Из-за этого Контроль карты еще сложнее Осуществить Так, ну что В миде там Firefly в наличии Уже активирована Скайларка Ну, может, хоть как-то Попытаются подраться Сейчас Ребята из команды Ой-ой-ой Спартан сейчас Должны найти Спартан Не шевелись Не дыши Не дыши Он все видит У него есть вард Он никуда не подставится Да, и спокойно уходим Вот им как раз бы не драться Наоборот А Курьер летит Покупает во вражеском Секрет-шопе Ультимейт Орб Потому что в своем не купить Им как раз как-то Потянуть время Пока Егис Там Позабирать ТВРА Пофармить Медузу Ой, я боюсь Если они будут тянуть У них сейчас двух сторон Как минимум не будет С такими темпами Да, если они будут драться У них тоже не будет У них вообще ничего не будет Безысходность Что поделать Ну вот, прожали глиф фортификации Здесь тролли Здесь брудмазер И сейчас глиф закончится Можно его переждать Хорошо Мистик снэйк Брудачи тультануло Зачем-то Психанул Немножечко Весь ультимейт Почти пробегало Сделал один удар Только Ну ладно Три Три удара Ну ладно Там БКБшка На подходе Для брудмазера Это тоже Все замечательно Живи Владимир Живи Не пали меня Этого никто не слышал Кроме тебя Хорошо Так У нас тут дуэль очленная Выиграна от Легион командор Забирает нас Спартана Зажатый максимально На базе САФ Вот лучше б жили САФ Живите САФ Живите Потому что Просто Максимально Ну У Санюша Получается выкидывать Все Что он хочет Причем уже команда Знает на кого он выкидывает Специально отбегает Лассо Лассо В никуда Вот тролли Тролли посыпили Вот Да Да Тролль за счет ультимейта Ошибся Легионка на кулдауне Пресс за атак Ну и свап Винга подставляется Вингу Удается забрать И легионка пытается уйти Но у нее нет Блингдаггера И ее могут подцепить 6 секунд 5 секунд Сейчас будет Плазма Филд Потом Родо Фатас Покупай себе Райт кликом Оден Блингдаггер Но Его скорее всего не спасет Есть 20 стиков еще Спасет Не смогли догнать Я не думал Что он купит себе Блинг Это поменяло все Так Ну что В итоге тролля забрали Уже хорошо Да Неплохо И самое главное Что Т3 то все еще стоит На хайграунде Ничего критичного Не произошло В принципе Троллю нельзя нажимать Ультимейт Он нажал ультимейт Медуза Тут же нажимает Стунгейс И у тролля Не остается опций То есть он вообще Ничего не может сделать Это ловушка Которую Он сам С себя загоняет Можно просто бить Да Ну аегис все еще В наличии Есть у империи И можно с ним Пойти вперед Блингдаггер Слушай планирует Себе приобрести Брудмазер еще сверху Но это может быть пока Ну типа врываться Быстро на кого-то Неплохо Да Одна ошибка От САФ И они проиграют Игру С другой стороны Появляется талант На змейку С ультимейтом Гремстроука Сейчас Может быть Очень неплохо Но они могут Реально круто Отбиваться Стоя на базе То есть они стоят На базе Разор спамит Плазмафилд Правда ему нельзя Попадаться Он уже попался Потому что здесь Поставили вижен Конечно дуэль Не выигрывает Но забрать бы его Был бы вообще идеально Да еще свап сверху И Рейзер Должен погибать Да ладно Живет Нет Сутки забирает Это размен Размен должен быть Как минимум на венгу Да венгу забирают При этом Каким-то образом Отпустили Гремстроука За ним гнались Но забрать его не смогли Медуза Выкидывай Ну опять так Подставляется Врывается Саюж Есть конечно Ну и лассо Хорошо Подсейвить некому Потому что винга в таверне Но пока что Тролль же львет Прожимает ультимейт В это время Врывается просто Бродмазер За тагом Погибает у нас Рикимара Отправляется в таверну Саюж в отрасли Ну хрипа Но это не важно Потому что так тоже Отправляется в таверну Это еще один минус В таверну отправляют Также еще и Спартана Байбэк сделал Рикимару Но это уже Дело не поможет Для команды SAF Скорее всего Потому что Рейзер Байбэка нет На этот раз Медуз нажал Ультимейт До И тролли не смогли Развернуть Так чтобы он Окаменел Это было плохо Тролль молодец Тролль сыграл хорошо Ну опять же То есть Вот они могли Отбиваться за счет Медузы Очень долго Там Делать все что угодно Но вместо этого Развор подставился Какая-то не совсем Понятная драка На Тир 2 А не на Тир 3 И в итоге Они теряют Они теряют сторону Такими темпами Глифта нет Глифа нет Там еще один Тос Выкидывают у нас В этот раз Бэтрайдера Прямо под дуэль Плюс еще дэмэдж Для Легион Коммандер Конечно Есть байбэк Попробуют сейчас Подраться с Бродмазер Но там БКБ Есть ультимейт Атрикимару Высасывает ровно И с Бродмазер убегает Ну слушай Так в сторону Они задефили Правда никого Не смогут подцепить Скорее всего Хотя вот Бэтрайдер летит Но что у него Но у него нет лосо Лосо нет Тут варды стоят Винга все видит Разор идет дальше Бэтрайдер идет дальше Попробуют зацепить Вингу Вингу цепляют Вингу отталкивают Винга горит Минус вся мана У Легионки Но она успевает Дать пресс за атак Винга весь урон в себя При этом удается Зацепить еще раз Бруду Врывает с Тинни Разор ультимейт И стонгейст Отличный стонгейст Как раз под ультимейт Тролля Это ошибочка Ошибочка Да еще и лосо Потратили сверху На всякий случай На тролля Да и тролль погибает Действительно грустный Тромбон Но здесь Согласен Грустный тромбон Но хорошо что грустный Нападение на бэтрайдера Бэтрайдера Убивают Да бэтрайдеры Едают Сейчас возможно Съедят и так же Рейзера Хотя Хвелл по двоим Неплохой Привязали так же Сверху Как же долго Там дизебли Находились игроки Команды империя Это еще минус два Которые делают САФ Да это жестко Насколько я понял Рики У него прыжок Сработал по двоим Я не думал на самом деле Что Блингстрайк Рики Называется Блингстрайк Что он работает На двух персонажей Под ультом Гримстрока Но он сработал И опять же Вот она змейка Им залетела змейка И они остались без мана Вот эта грейженная змейка Ну опять тролль Опять ошибка тролля Он не ожидал Что медуза откатил Стунгейс Что ей хватит урона И Мы возвращаемся К ситуации Когда Импайр ведут Всего восемь тысяч А такая ситуация Была минут Наверное Семь назад Все стороны Стоят Сейчас еще и Баунтируны Должны по-хорошему Законтролить Ну хотя бы две САФ И медуза Может быть с бабочкой К следующей драке Как ее убивать С бабочкой Вопросик Ну МКБ Какой-нибудь Нужно приобретать Тролля конечно Но мы как видели Тролля и панацея Наверное Даже не тролля Наверное Какой-нибудь Брудмазер Возможно Две баунтируны Забирают те и другие Но это хорошо Для САФ То есть они выходят Дальше в свои арты Ну вот еще один раз Тролль нажмет До стунги Из-за ультимейт Ну знаешь У него Скоро появится Сатаник Это дополнительные Опции для выживания Там если он успеет Дадут им В долю секунды Нажать этот Сатаник Он нам буквально За пару ударов Хорошо отъестся Там скорее Сенжиньяш и Сатаник Они еще для того Берутся Для того чтобы Статус Резистанс Да Статус Резистанс Ты в Стоунгейзе Как раз стоишь очень мало Но штука в том Что ты стоишь очень мало И тут же опять замерзаешь Потому что Стоунгейз Он обновляется постоянно Так что это не панацея Совсем Не спасет Все верно БКБ появляется Для Рейзера Тоже приятная штука Ну Несмотря на эти Восемь тысяч преимущества Которые есть у Империи Ну Слушай Шанс-то вроде бы Как и сохраняется У команды САФ Если они опять Не начудят Что-нибудь Не исполнить Вот в миде например Поставляется опять Рикимару Подарил еще Бонусный урон Для Легион Командор Там уже 102 Неплохая такая сумма Так-то для 26 минуты игры Да Это жестко 102 Прилично Ну и на Рошана Заходит сразу же У нас Империя И под минус армором Довольно быстро Он разваливается Побегал Тинни Там пока что Попугал Оппонента В итоге Я так понимаю Никто не пойдет Биться за этого Рошана Ну а сыр Аягис Практически За бесплатно Достается Империя Ну это Это все не проблема Если хорошо Подраться на хайграунде Бэтрайдер Я не понимаю У него С самого игры С самого начала игры Я просто не обращал Внимание У него все еще Запуленные танго Два валяются Он не потратил Что это Откуда они Просто их по-моему До этого не было Если не ошибаюсь Не знаю Может быть Сначала Не обратил Внимание Ну просто Как бы Хотелось бы Артефактов Тоже побольше Какой-нибудь Форстаф Уже бы Тяжело То есть у него Несмотря на то Что он мидер У него меньше Чем у Розора У Розора Хоть что-то есть У Медузы Вообще Ситуация Не такая Плохая На месте Медузы Я бы остался Как можно Дольше Внизу Но он Не хочет рисковать Да Тем более Эмпайр Как мы видим Понимает Где находится Медуза И сейчас Будет ловить Тагу Очень важно Не попасться Потому что Конечно Пока его Не будет Соперник Наворотит Делов Ну Тага Хотя бы Бабочка Уже есть Тоже Дополнительная Опция Для выживания И пока Действительно Сквозь эту Бабушку Баб Прошу прощения Сквозь бабочку Пробивать нечем Пробивание сквозь бабушку Это что-то новое Не пробивайте бабушек Пожалуйста Так вот Наконец-то Форстав появляется Ну Хоть что-то Ожидаем Конечно колоссальный Было 8 Стало 13 Откуда 5 тысяч Эти достали Ну вот так вот Законтролили всю карту Жестко Опять же Одна ошибка И Имперцы Закончат эту игру С другой стороны Одна ошибка Империи И опять ССФ вернутся И с ними будет тяжело А здесь Такая комбинация Хорошая Млассо Да МКБшечка Скоро появится Для Бродмазер Такими темпами Уже готово Себе приобретать Чтобы кушать Эту Медузу Ну медузу Все равно Тяжело Ну конечно Будет пробивать Но Стунгейс Вот После Стунгейса Да Но вот пока Стунгейс есть Сейчас троллю Главное Не нажать Раньше времени Ультимейт Хотя у него есть Аегис И Что делать с ним После того Как Ну пока что Он просто забирает Барак В легкую И отходит Есть рота Фотос Но пресс за атаку Сразу же Подстраховывает И в итоге Легчайший барак Получается для империи Они отступают Хорошо Можно отступить Пофармить лес Смотри Сами хотят выйти САФ Это сейчас очень важный момент Если у них получится выход Так Так Обходит Обходит Легионка есть Видит легионку Видит тролля Прыгает Пошел ультимейт Гримстроука Но Здесь только один тролль Хотя Стунгейс не тратит И сейчас нужно останавливать тролля Пошел свап Нет Ничего не смогли сделать При этом поймали Кого? Поймали Тинни Тинни спасают Есть Стунгейс В итоге все В рассыпную имперции Убегает отсюда Маден Его свапывает Высвапывает Кингер Он пока что живет Вот он ультимейт А тролля пошел Тролль пока что Не прожимал Сатаник У него Сатаник Все еще имеется в наличии Ультимейт заканчивается Выбили Аегис В это время съедают Тага Тага отправляет в таверну У него имеется Байбэк он не делает Сейчас наверное Могут съесть еще Рейзера Хотя Рейзер вроде бы Не сталкивает его обратно Рейзер Рейзер живет Хорошо Погоня продолжается за Спартаном Он пока что в Глимеркейпе Байбэк от Тага Вернется обратно в Драку Можно попробовать Ну чем цеплять Вот только не ясно И в итоге Тролль уходит Безнаказанно Да Ну что Меду зашиблась Меду зашиблась И нажала Стунгейс Вообще в ситуации Когда Не нужно было Этого делать То есть там Я пытался понять Ради чего Но нет Можно было чуть позже Нажать Аегис конечно Выбили Сыр остался Но Стунгейс Нужно Аккуратнее Кстати Мистик Снейк Взял перезарядку Теперь еще будет Отбиваться Проще Но преимущества Все больше У соперника Но Стороны-то стоят Ну из-за исключения Топа Где барак только один остался Там Рики Рики попадается Да В цепь хилапы Рикемару И это уже 128 урона Для легион командор Байбэка Рикемару нет Так А в это время Поймали Спартана Еще он тоже погибает Это уже Минус 2 У АСФ И внизу Внизу кто? А внизу это так Потратил Строгейс Да По-моему Да Если так погибнет Это скорее всего Бега Так Бэтрайдер врывается Ну ультимейта У тага уже нет Он там пытается Что-то сделать Подсейва никакого Форстаф Нет Все Вместе с тагом Через сплошь Забирает бэтрайдера Сверху Бонусом Ну и Конечное походу Для АСФ В этой серии Ой ну Скучная получилась У нас серия Конечно Empire были настолько Сильнее своего оппонента Что вот как Не пытались Хотя Медуза Это очень простой герой И За счет этого Какой-то Указалось Что шанс на камбэк Появился Но он был Очень призрачный Совсем Совсем Как итог У нас Что получается Дальше Дальше у нас Должны быть Поинтереснее Вроде как Игры У нас получается Singularity Должны Правильно ведь Сейчас я тебе скажу Точно Да Singularity Против Old God Gold Я сегодня Я сегодня Менеджер По развлечениям Old But Gold Old God Old God Да Именно Против этой команды Old Выходят на тропу войны Против Singularity Матч Запланирован 18-0-0 Я думаю Там админы Попытаются Растолкать Ержан Просыпайся Сделать Командам Потому что У нас Очень большой Перерыв Ну В общем Оставайтесь Оставайтесь Онлайн Так сказать И Вы не пропустите Ничего Мы уходим На небольшой Перерыв И вернемся Ко второй Встрече Сегодня Встрече